Вот эта стена, она туда вываливается. Там она вышла, то есть вот окно, и она вышла сантиметров на 25, она вышла в сторону. В этом доме комфортно только четвероногим. Людям не по себе уже много лет. Деревянный дом в прямом смысле трещит по швам. А на прошлой неделе по счастливой случайности жильцы едва не оказались под завалами. В подъезде упала подпорка, которая держала обваливающийся потолок. Ходить опасно, потому что она может на голову обвалиться всего-навсего. Иногда, да, страшновато, но а так уже привыкшие. Если что, когда поднимаемся, сразу на потолок смотрим. Вместе с подпоркой отвалилась и часть потолка. Администрация центрального района направила в дом рабочих. Они установили новые опоры. Вот у нас теперь такой ремонт. Все, чем могли, тем помогли. И новую распорку сегодня поставили в подъезде. Вот это теперь держит потолок. А теперь вот начнется весна, опять это все упадет. Ну, наверное, еще раз поставят распорку. Деревянная хижина 1958 года постройки. Через 4 года дом отпразднуют 70-летний юбилей. Если, конечно, не сложится, как карточный домик раньше. У нас квартиры на 20 сантиметров осели внутрь. Я на первый этаж проваливаюсь со всей квартиры. У нас каждый год весна, осень, зима дом вот так вот плавает. То есть замок надо то так перенести, то так перенести, потому что не подходит дом то в эту сторону, то двери не закрываются, то двери надо там что-то набивать, чтобы двери закрылись. Вот так вот. Степень износа там порядка 50% по состоянию на 2008 год, по данным системы ГИС ЖКХ. Но в то же время, опять же, есть информация о том, что управляющая компания, которая управляла этим многоквартирным домом до 2023, там часть 2023 года они захватили, обследование проводили и, соответственно, установили износ уже в большей степени там 60 с чем-то процентов. В доме 8 квартир. В них проживают 12 человек. В основном пожилые люди. Что самое интересное, двухэтажка с гнилым потолком и дырявой крышей аварийной не признана. Причина – дом не имеет статус многоквартирного. Дом по улице Чкалова 1А не является многоквартирным, а находится в недалевой собственности граждан. После получения информации об упавшей подпорке, специалистами администрации оперативно проведено обследование несущих конструкций с привлечением специализированной организации. Согласно выводам эксперта, конструкция дома находится в стабильно неизменном состоянии. Угроза жизни и здоровья граждан на момент обследования отсутствует. Коммунальные эксперты рекомендуют людям оформить свои площади в квартиры, а не доли в праве. Тогда двухэтажка может получить долгожданный статус. Жители смогут провести экспертизу. Она покажет процент износа. Если он завышен, то барнаульцы могут рассчитывать на новый безопасный дом. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...